Поддержка педагогов-наставников, субсидирование аграрного сектора экономики, наделение статусом муниципальный округ Приморского района. Эти темы и десятки других инициатив рассмотрели на апрельской сессии депутаты Архангельского областного собрания. Подробнее в сюжете. Депутаты отметили, выросли доходы и расходы бюджета, инвестиции, удалось привлечь федеральные деньги на важнейшие программы. Особое внимание стратегическому развитию Архангельской области. В частности, развитию проекта глубоководного порта вблизи мыса Куйские и промышленного индустриального кластера в Онеге. Если все получится так, как и запланировано, то Архангельская область станет ключевым транспортно-логистическим узлом по замыканию товарооборота из Тихоокеанского азиатского региона на центральную часть России. То есть весь поток товаров, который направлялся посредством РЖД и так далее, будет завязан на Архангельскую область. Тем самым Архангельская область войдет, станет ключевым игроком в плане именно транспорта и логистики. Областные парламентарии высоко оценили работу регионального правительства за прошлый год. В отчете губернатора неоднократно звучали вещи, которые у меня, как у жителей Архангельской области, вызывают гордость. Когда Архангельская область становится пилотным регионом по ряду федеральных проектов. Когда Архангельская область получает премию «Золотой каток» по премию в сфере дорожного строительства на федеральном уровне. На апрельской сессии мы стали свидетелями появления еще одного 13-го муниципального округа. Это нынешний Приморский район. Первое, что необходимо учесть, что у нас в Архангельской области принят закон о государственных мерах поддержки, о том, что финансовой поддержки, развитие муниципальных округов. Мы видим о том, что позиция очень конструктивная действующего главы Материны Сейны. Также парламентарии рассмотрели изменения в закон об образовании в Архангельской области. Документ вводит правовые основы наставничества. Создание условий для его развития указом президента отнесено к национальным целям развития страны. Кто, как не опытные педагоги, встречает наших молодых учителей, приходящих в наши школы, воспитателей в детских садах, и помогает им стать профессионалами. Ведь важно для молодого специалиста получить не только поддержку методическую, сколько поддержку моральную. Еще один блок посвятили вопросам сельского хозяйства. В Архангельской области работают инвестиционные проекты в молочном животноводстве. Ежегодно за счет собственных и заемных средств в отрасль привлекают около миллиарда рублей. На правительственном части законодатели предложили увеличить субсидии на повышение продуктивности в молочном животноводстве и для приобретения сельскохозяйственной техники. Наш комитет уже прорабатывает вопрос, чтобы на июньскую сессию внести изменения в областной закон в ходе исполнения бюджета на 2023 год, для того, чтобы выйти с просьбой к правительству Архангельской области, чтобы мы посмотрели возможность дофинансирования отрасли сельского хозяйства дополнительно. Чтобы своевременно подготовиться к весеннеполевым работам и не сбавлять темпов роста в производстве молока, картофеля и овощей, хозяйством уже выданы 60% субсидий от общегодового потребления.